всем привет миша привет привет всем круто видеть тебя на конференции flow conf ну миша дальше о себе расскажет уже в презентации наклада расскажи пожалуйста почему решил выступить я работаю в битуби секторе это довольно сложные обычно продукты которые бизнеса и часто вижу что есть ощущение у ребят из битуби что они вот как-то от и икса далеко то есть и икс это где-то для конечных пользователей которые физические лица там условно инстаграмы когда мы разрабатываем но в битуби тоже много всего интересного про икс и аналитики часто работают поэтому я вот вижу свою миссию в том чтобы про икс больше рассказывать разным ребятам которые занимаются продуктами в том числе аналитикам круто ты взаимодействуешь в повседневной работе с аналитиками практически каждый день у нас команде есть группа аналитиков отдельный трек для них отдельные спринты для них я с ними довольно плотно взаимодействую здорово как бы ты ответил на вопрос как ты видишь роль аналитика в создании удобного пользовательского опыта на мой взгляд через аналитика с точки зрения качественного пользовательского опыта проходит большой опласт и задач и возможностей влиять на пользовательский опыт потому что ну сложилось возможно в силу того что приставку ux добавляют обычных дизайнерам да сложилось ощущение вас во многом что именно дизайнеры отвечают за пользовательский опыт но это не так я сегодня расскажу там более подробно и про пирамиду от чего зависит пользовательский опыт и собственно мы увидим что многие роли в команде влияют на пользовательский опыт в том числе существенно влияют аналитики здорово да будет интересно послушать я напоминаю нашим зрителям что вы можете задавать вопросы как на сайте flow conf так и в телеграм канале потом будем их обсуждать давайте начинать миша тебе слово друзья еще раз всех приветствую я тогда начинаю с тема моего рассказа x для аналитиков что нужно знать о пользовательском опыте чтобы создавать удобные продукты вначале я кратко расскажу о себе я руковожу продуктом аналитик workspace это биосистема российская веду каналы тематические один из них называется про удобства второй из них называется продуктовыш на там в конце будут контакты можно будет подписаться если еще не подписаны по образованию я инженер математик закончил прикладную математику и в айти сфере работы с 2007 года за это время разные специализации собственно освоил на слайде видно то есть у меня довольно большой опыт и в системной бизнес аналитике управление продуктами и сейчас вот такая смесь продукт маркетинг представление продукта b2b рынку и его популяризация но не буду долго зацикливаться на себе давайте перейдем к тому о чем мы сегодня поговорим если возникают вопросы по ходу эфира пишите вот куда алексей сказал будем потом все обсудим обязательно детально но сегодня мы поговорим о следующем какая две части у доклада первое роль аналитика формирование x здесь в целом я расскажу и про x и что ждут от аналитиков части x работодателя что делает дизайнер что аналитик что еще кто-то делает мы на все это посмотрим посмотрим на пирамиду пользовательских ценностей чтобы понять от чего эти пользовательская чего опыт пользователя зависит дальше обсудим как аналитику прокачаться в ux можно я расскажу какие метрики могут быть для измерения пользовательского какими инструментами можно пользоваться чтобы его измерить и насыплю в конце разных полезных материалов которые будут полезны для прокачки x но начнем с такой небольшого вопроса я не буду ждать на него ответы от вас да ну подумайте просто сейчас у себя в голове глядя на эту форму на этот пользовательский интерфейс что здесь не так с пользовательским опытом с вейксом внимательно посмотрите это маленькое такое задание обычно обычно когда я показывают вопрос я я его уже задавал и там периодически задаю начинают говорить о том что форма перегружена непонятно что нажимать дизайн старый воздуха не хватает подписи непонятные сокращение непонятное и это все правда так и так и есть да вот глядя на него но что не так с пользовательским опытом мы понятия не имеем потому что мы не знаем кто пользователь этой формы с какой целью она была создана возможно пользователь этой формы один-единственный человек программист какой-нибудь не каком-нибудь который создал ее и радуется ему очень удобно у нас воил ее и он на другую на любую другую не променяет у меня были практике такие случаи когда ходили с современным продуктом с чистым интерфейсом там со всем подобным получали обратную связь что верните нам старый мы об этом тоже кстати поговорим почему такое ощущение возникает это мы не знаем что здесь не так с пользовательским опытом почему потому что если о самом и иксе подумать что это такое это пользовательский опыт который и внутри продукта возникает и вокруг да вот дон норман который собственно определение икса по сути и создал да и много вложил в него в это понятие информация он работал в apple сейчас соучредитель консультант мельца норман групп одна из таких важнейших организаций про икс и юзабилити которые евангелизаторы мирового уровня он говорил что когда они создали компьютер apple они следили собственно о том как человек не только сама сам компьютер реагирует но например он берет компьютер с большой коробкой несет его свою машину кладет в багажник и понимает что багажник не закрывается и это тоже пользовательский опыт или например если сейчас на любой marketplace зайти и почитать отзывы какому-нибудь товару то половина отзывов негативных она будет связана не с товаром не с его функциональными особенностями а с упаковкой привезли биты курьеры не захотели забирать больше здесь не берите и все такое сам товар при этом его характеристики вообще ни при чем были упаковка сервис это тоже влияет на пользовательский опыт поэтому когда мы смотрели на ту форму мы можем теперь прийти к разумному выводу когда нет пользователей у нас нет и и икса никакого поэтому только гадать можем мы можем применять лучшие практики в интерфейсе можем это делать предполагая что будет хороший пользовательский опыт но пока нет пользователей все это догадки x появится только тогда когда появится у продукта или у проекта у того что мы создали пользователи только тогда и появляется и x это ю юзера это первый вывод дальше будут другие выводы теперь что ждут работодатели от аналитиков частью икса я собрал с хэдкантера некоторые вырезки по поводу требований к системным аналитикам подчеркнул то что относится к иксу есть что ожидают опыт проведения интервью сбора требований интервью это очень важная часть для понимания пользовательского опыта основы ui ux под основами кстати мало кто все разные понимают что такое основа ui ux тут гадать остается friendly интерфейсы проектирование клиентских интерфейсов вместе с дизайнером ну вы если обобщать то что ожидают что аналитик он сможет сделать прототип что у него есть определенный уровень осмотренности он на разные интерфейсы логику и умеет предлагать разумные соответствующие ожидания пользователя решения понимает как услышать пользователя и немаловажно преследует цели бизнеса они просто пишет длинные технические задания для того чтобы дальше понять комплексность самого понятия пользовательский интерфейс я вот пользовательский опыт я предлагаю посмотреть на пирамиду пользовательских ценностей и вот чем ниже уровень в пирамиде тем сильнее он влияет на пользовательский опыт например безопасность вот мы пользуемся банковским каким-нибудь приложением все прекрасно отличный интерфейс отличная там логика работы все остальное мы про безопасность какое-то время не И вдруг слышим, что у соседа это приложение взломали и все деньги у него украли. Какой у нас будет пользовательский опыт уже относительно этого приложения, которое нам только что нравилось? Оно опасное, постараемся деньги в наличку перевести или еще что-то другим приложением начать пользоваться, к другому банку уйти. То есть безопасность, ее не видно, но когда она выстрелит, она на пользовательский опыт повлияет с большой силой. Кто за нее отвечает? Разработчики, девопсы, специалисты по безопасности и так далее. То есть никак не дизайнеры. Дальше стабильность работы приложения, скорость его работы. Опять-таки здесь в меньшей степени дизайнеры. Здесь уже начинается идти работа, например, в части скорости работы приложения. Там уже и аналитики тоже в какой-то степени влияют на то, каким образом функциональная архитектура была проработана. И вот важный момент на нашей пирамиде – это паттерность. Четвертый пункт сверху. Здесь уже влияют аналитики очень существенно. То есть насколько паттерны поведения пользовательского интерфейса, пользовательской логики заложены в программный продукт, с которым вы работаете. Например, мы заходим в какой-то интерфейс поиска чего-нибудь, делаем поиск, например, договора, находим 10 записей, переходим в другой раздел, потом опять возвращаемся. Наш поиск сбросился. Эти 10 записей опять исчезли, надо опять поиск делать. Система не запоминает состояние. Кто на это может повлиять? Естественно, на это могут повлиять аналитики, если в техническом задании пропишут, что система должна запоминать состояние. Дизайнеры в макетах, они обычно такое редко закладывают, либо это дизайнер такой скрещенный с аналитиком, который понимает, что на это надо влиять. И вот этих паттернов поведения пользовательского интерфейса и функциональной логики их очень много. Вот аналитика, они, собственно, через паттерны существенно влияют на то, каким образом пользователь воспримет продукт. Дальше идет упаковка, сервисность. Это то, как наши сервисы вокруг продукта работают. Какая документация у него, какая у него техническая поддержка, как продажи работают. Вот эта сервисность, она опять существенно влияет, даже в B2B секторе она особенно заметна, когда мы продукты для бизнеса создаем, какая там документация, как обучат и так далее. Это влияет существеннее, чем интерфейс. Там могут продукту, которые не так модно выглядят, не так изящно, как другие, занимать лидирующие позиции, потому что сервисы вокруг них уже выстроены. Вам не нужно будет думать о документации, вас обучат, у вас получится его внедрить. Ваши ключевые бизнес-процессы переложить в этот программный продукт, если сервисы вокруг развиты. Здесь тоже многое зависит от аналитиков. Например, документация, тоже ее качественность и архитектура этой документации, она зачастую закладывается аналитиками. А дальше идут вещи, которые, собственно, уже в большей степени зависят от дизайнеров. Как-то модность, в частности, насколько этот интерфейс, он соответствует ожиданиям пользователя от того, с какими интерфейсами он, в принципе, сталкивается в повседневной жизни. Вот когда я вам показывал тот интерфейс на начальных слайдах, он был не модный. Возможно, 20 лет назад, когда там все на Delphi что-то делали, он был модным. Такой же, как и все. И никто другого не ждал. Сейчас модно другое. И сразу видно, что это старый какой-то интерфейс. Вот эта модность, она тоже принимает по одежке. А дальше восхитительность. Это уже какие-то плюшки сверху, вишенки, микроанимации, какие-то иконочки. Здесь уже, конечно, большую часть вкладывают дизайнеры в этот процесс. Поэтому второй вывод. UX – очень комплексное понятие. Но если мы говорим про UX как комплексное понятие, то все равно логично вернуться к тому, а что такое пользовательский интерфейс. Пользовательский интерфейс, по сути, это какой-то путь от пользователя к цели. Если, например, посмотреть на эту картинку, то если улитка – это пользователь, а яблоко – это его цель, то пенек – это интерфейс, который помогает улитке добраться до цели. Понятно, что если бы не было пенька, улитка, наверное, быстрее бы до яблока добралась, если бы оно лежало рядышком с ней. Об этом мы тоже дальше поговорим. Поэтому пользовательский интерфейс – это одновременно и дорога от пользователя к цели, но одновременно и препятствия между пользователем и целью. Потому что нет у человека обычно цели копаться в интерфейсе, радоваться, как удобно ему придумали программный продукт. Вообще ни у кого нет такой цели. В 90% случаев, потому что бывают действительно, которые от самого продукта кайфуют, но это как бы не наша история. Обычно у пользователя какая-то цель – либо договор добавить внутрь продукта, либо какую-то задачу выполнить, либо еще что-то. Для чего мы используем программные продукты. Либо презентацию в нем подготовить. Но моя цель – презентация, а не процесс ее подготовки. Поэтому это одновременно и препятствия. Что делают дизайнеры? UI-дизайнер – это тот, кто отвечает за юзер-интерфейс. Он делает гладкую и приятную дорогу. Занимается минимализмом, убирает лишнее, качественные тексты придумывает совместно, может быть, с UX-райтером. Ну, в общем, делает хороший асфальт на дороге, хорошую разметку. UX-дизайнер в партнерстве с аналитиком, они понимают, что интерфейс – это препятствие. Его нужно убирать. И они устремляют длину дороги к нулю. То есть делают портал вместо дороги. Вы бы, например, когда хотите на выходных куда-то поехать, и вопрос не в том, чтобы насладиться дорогой, а в том, чтобы цель куда-то приехать. Понятно, если был бы какой-то портал, когда бы вы шагнули там же, очутились, вы бы выбрали портал, вы бы не выбирали дорогу, и пять часов тряски. Поэтому аналитик, он совместно с UX-дизайнером влияет на интерфейс. Каким образом? Он должен знать, кто такие пользователи, и какие у них ожидания, какие у них цели. Прорабатывает функциональность по принципу кратчайшего пути к цели. Это тоже важный момент. То есть аналитик, он, собственно, выбирает, смотрит на этот путь и делает его коротким. И он знает, как измерить, нравится ли пользователь лети по этой дороге или нет. Поэтому если говорить о формуле идеального интерфейса, я сейчас поясню, что здесь написано, это отсылка к теории решения изобретательских задач, там есть трис. Есть такое понятие идеальной системы. Это та, которая не существует, но ее функции выполняются. Поэтому отсылка к трис такая, что идеальный интерфейс это тот, которого нет, а его функции выполняются. То есть нул интерфейс. То есть пользовательский опыт от такого интерфейса, который стремится к нулю, пользовательский опыт стремится к бесконечности. В пределе, естественно, да. То есть возможно это недостижимо для продукта целиком. Типа убрать продукты, и вот, все получилось. Но в каких-то частях достижимо. Я сейчас приведу несколько таких через слайд попсовых примеров, чтобы всем было понятно. Но я уверен, что в вашем продукте, которым вы сейчас занимаетесь, можно подумать, какие части привести к нулу, от каких избавиться для того, чтобы убрать это препятствие от пользователя. Важный момент, нулевой интерфейс это не минимализм. Минимализм это когда мы не изобретаем его в дорогу. Мы текущую делаем, гладкой и так далее. Нулевой интерфейс это когда мы, в принципе, в мозгу своем, в требованиях продумываем, как нам сделать так, чтобы пользователь вообще этот интерфейс избежал. Чтобы он вообще, ну, его не было. И вот один из таких попсовых примеров – банковские карты. Что было с банковскими картами? Это кривая популярность банковских карт. Ну, она ни в каком не масштабе, просто для визуализации. Когда появились банковские карты изначально, популярность их была, ну, очень низкая. Почему? Потому что у него не было никакой инфраструктуры. Потом появляется инфраструктура, она достаточно развита, в каждом магазине есть терминал. Банковские карты популярны. Есть у каждого кошелечек, где там 10 банковских карт складывается, и все. Сама банковская карта как интерфейс денег, она популярна. Но в какой-то момент. Да, у нас есть небольшая техническая заминка. Сейчас коллеги ее устранят, и мы вернемся в эфир. Да, очень часто бывает так, что нельзя просто так взять и к нулю свести всю дорогу, все задачи, которые ведут пользователя к цели. Конечно, есть сложные продукты, где так сделать, к сожалению, очень тяжело. Ну, я думаю, что в этом случае нужно действительно думать вокруг минимализма, то есть как-то упрощать те шаги, которые упростить можно. То есть в целом упрощать пользовательский путь до цели, которую ему нужно достичь. Так, я вижу, мы вроде вернулись снова в эфир. Сейчас возвращаем слайд. Да, Миша вернулся. Продолжаем. Друзья, я рассказывал вам про кейс с банковскими картами. Кривая популярности банковских карт была изначально такая внизу, потому что не было инфраструктуры определенной, которые помогают с этим банковскими картами работать. В данном случае банковская карта – это какой-то интерфейс. Потом они становятся достаточно развиты, придумывают, сама появляется инфраструктура, то есть в каждом магазине практически можно оплатить банковской картой. У людей появляются кошельки и для банковских карт, заказывают дизайн банковских карт, ну и так далее. Именные банковские карты, где какую-то там свою фотографию наклеить. Были такие сервисы, я не знаю, они сейчас популярны. Почему? Потому что банковские карты как интерфейс в какой-то момент просто стали не нужны. А зачем они? Потому что появился NFC, и можно платить той же банковской картой, только виртуальной уже. То есть этот пластик, он не нужен, стал технически. Этой банковской картой, но через свой смартфон. Смартфон у тебя и так в кармане находится. Поэтому банковские карты как интерфейс, они с появлением определенной технологии исчезли. То есть их интерфейс стал равен нул. Мы могли бы продолжать улучшать сами банковские карты, там что-то с ними придумать, но они не нужны, потому что появилась технология, позволяющая от них отказаться. Возможно, в вашем продукте тоже есть места, где можно отказаться от чего-то. Ну, другие примеры. Инсталируемое ПО, например, в какой-то момент оно начало приходить в формат ПО как сервис. То есть путь к самому получению продукта, он стал гораздо короче. Своя инфраструктура, она переезжает в облака тоже. И в данном случае интерфейс от службы развертывания своей инфраструктуры, да, она заменилась на некую обычную аморфную инфраструктуру. Непонятно, что там происходит, но вот вам дали инфраструктуру. Интерфейсы и настройки, они вот постепенно там в какой-то части, где возможно, переходят в сферу голосовых помощников, да, то есть из этих интерфейсов можно отказаться. Ну, или пример такой, бесключевой доступ к автомобилю. Были ключи, вот мы подходим, уже там руку засунули, все открылось. Ключи там, может быть, никуда не исчезли при этом, но они существенно упростились, или мы не замечаем, что они нами применяются. Что еще нам важно понимать о пользовательском опыте? Он неоднороден по продукту. Это тоже важное понятие, потому что, когда мы говорим, у нас хороший пользовательский опыт по нашему продукту, это не так, это усредненный в среднем по продукту. Где-то он вау есть, где-то там похуже. Ну, тот же зум, например, вот здесь он на картинке, какие-то части этого зума, например, качество записи, качество самой конференции, они отличные, настройки самих этих конференций, но они так себе, но развиваются. UX понятие относительное. Где-то он может восприниматься как вау, например, где-то в африканской деревне, могут смотреть в любом качестве кино, и для них это будет вау-эффект, потому что они не видят. Но при этом с таким же качеством принеси кино в Москву, ноль, никому это не нужно. Поэтому есть сегменты, аудитории, которым, возможно, UX вашего продукта кажется отличным, но на широкую аудиторию, возможно, не дотягивает. UX может поменяться из-за внешних факторов. Законодательство поменялось, санкционные какие-то вещи, пользовательский опыт меняется, или там мой пример с безопасностью, когда у соседа деньги условно украли с банковского счета, и ты думаешь сразу как-то, ну не так про это, про этот банковский счет свой. Поэтому внешние факторы тоже влияют. Он может поменяться со временем, он обязательно, поэтому зафиксироваться в моменте нельзя. Здесь, для примера, живой журнал, который был лучшим блогом в Рунете какое-то время назад, а теперь он умирающий гигант, на мой взгляд. Есть другие платформы, которые рынок захватили. То есть нельзя зафиксироваться, нужно всегда следить за развитием своего продукта. Пользовательский опыт инертен. Люди привыкают. С популярным мем, я не помню, ну не знаю, может быть, не все его застали, но Дуров, верни стену, когда из ВКонтакте убрали стену, и до сих пор там кто-то иногда вспоминает и приписывает это. Люди привыкают, кому-то нравится, и они, собственно, требуют, чтобы поменялись. Первая часть моего доклада заканчивается, и тут главный вывод из нее, что положительный пользовательский опыт приносит новый, доступный, короткий путь к пользовательской цели. То есть мы должны думать всегда, как нам путь пользователя к цели сократить. Но для этого важно знать цель. Чтобы важно знать цель, надо изучать пользователей и прокачиваться в пользовательском опыте. Об этом вторая часть, она покороче. Но что нам нужно для того, чтобы прокачаться? Первое. Развивать кругозор и на пользованность. Я именно говорю на пользованность, не на смотренность. Ну, дальше чуть-чуть раскрою поподробнее. Понять, как измеряют пользовательский опыт. Научиться на него влиять. Ну, и важно тоже цели бизнеса знать, потому что они иногда не совпадают с короткой дорогой. По поводу кругозора. Я рекомендую, если вы еще не обратили внимание на эти книги, то обратите на них внимание. Роберт Чаудин, «Психология влияния», Даниэль Канеман, «Думай медленно, решай быстро». И любые книги, в принципе, Алан Купера, «Психбольница в руках пациентов» можно почитать. Это те книги, которые, в принципе, вас как-то погрузят в пользовательский опыт и в то, как он в какой-то степени работает. Презентация будет доступна для тех, кто слушал ее и далее, поэтому мне обязательно сейчас прямо наизусть запоминай. По поводу кругозора. Есть папка в Телеграме, UX, UI. Там много каналов я веду, и можно подписаться на нее. Тоже Керкот. По блогам и курсам, которые рекомендую отслеживать. Это блог Нильсон Норман Групп и блог школы юзабилити. В России юзабилити лаб, они, собственно, евангелисты юзабилити в России. А вот Нильсон Норман Групп они такие мирового уровня. Поэтому тоже следите, там интересно. По конференцам, которые рекомендую обратить внимание, либо записи посмотреть, с прошлой конференции, там много уже есть. UX-марафон и World Usability Day, Всемирный день юзабилити. Тоже всегда интересные части UX. По поводу напользованности. Я не называю это насмотренность, потому что важно пользоваться. Поэтому я призываю просто, если вы хотите понимать, какие вещи можно предлагать, функциональность какую-то подмечать и так далее, то пользуйтесь продуктами-бестселлерами. Даже если они вам не нравятся, попользуйтесь, посмотрите, что там, как это работает в механике. Это будет полезно. Пользуйтесь новыми продуктами, подмечайте, что там сделано хорошо, что плохо. Это позволит в дальнейшем избежать каких-то ошибок. Фиксируйте эти ощущения. Возможно, там блок начинаете вести, канал вести. Может быть, это будет только ваш личный канал. Но зато вы эти заметочки будете накапливать. По поводу измерения пользовательского опыта. Есть два вида измерения. Количественные измерения, то, что можно померить цифрами. Желтеньким отмечено, ну, самый популярный способ количественных измерений – это опрос. Ну, также могут быть счетчики и различные метрики, которые собираются. И качественные измерения. Здесь набор чуть пошире, но самое популярное – это интервью. Хотя интервью бывает разных видов. Мы сейчас прям глубоко не будем погружаться в каждый из них. Я думаю, это отдельные дискуссии, можно длинные, но можем в рамках нашей дискуссионной комнаты их развить. Наблюдение, юзабилитет тестирования, исследования различные. И вот если вернуться к количественным измерениям, есть и X-метрики. Тоже можно их поизучать, они доступны, по ним информация. Примерно 40 метрик помогают измерить X. Я самые популярные здесь выписал на слайде. Ну, NPS, например, вы наверняка его замечали. Это когда вам рекомендуют поделиться вашим мнением о продукте от 1 по 10, как вы будете рекомендовать. На самом деле, вот эти циферки, когда вы отметили, потом команда продукта она анализирует, чтобы понять, на каком он уровне. Есть определенные ориентиры, когда хорошо, а когда плохо. И на него влияют как на цель, потому что он уже агрегированно как-то обобщает пользовательский опыт. Но есть и более точные метрики, более к функциональности определенные могут быть привязаны. Здесь они на слайде представлены. Можно будет потом, если вам интересно, какие-то более глубоко углубиться. По поводу инструментов для измерения пользовательского опыта есть ряд сервисов, которые помогают, например, если мы создаем какой-то продукт, можем загрузить туда прототип и описать какую-то задачу для пользователей внутри этого сервиса и посмотреть, как они ее будут выполнять и где они спотыкаются, самое главное. И вот эти места, где они спотыкаются, потом их можно подправить. Здесь такой, конечно, сервис между UI и UX. Пользовательский опыт определяется тем, что пользователи идут решать конкретную задачу, которую вы им описали, но в основном через понимание интерфейса. Обычно это помогает на ранних стадиях интерфейс сделать более понятным и дать его потом реальным клиентам, понятным, опробовав на таких испытаниях. Важно влиять на пользовательский опыт. Для этого, во-первых, важно изучить информацию про когнитивные искажения. В той книге, которую Даниэль Каннеман «Думай, медленно, решай быстро», есть, в принципе, понятие этих когнитивных искажений, можно посмотреть. То есть вы можете влиять на пользовательский опыт. То, с каким ощущением пользователи выйдут из вашего продукта. И то, с каким ощущением они выйдут, вам важно изучать. Поэтому запрашивайте отзывы от пользователей, работайте с ними. Обязательно проводите пользовательский интервью. Это очень важно, если системный аналитик с пользователями только в технике, в переписке там общается или еще как-то. Это как бы минус. Хорошо пойти и пообщаться, прям провести интервью. Они разных видов бывают, но это всегда полезно. То есть общение с пользователями, оно заменяет кучу всего остального и много инсайтов всегда внутри себя несет. Но и важный момент, я его напоследок оставил, важно не забывать про цели бизнеса. Потому что новая дорога, какой бы короткой она ни была, она чаще всего должна быть платной. С какой-то целью мы создаем продукт. Например, я здесь привел GoPractic, это такой симулятор продуктовый. Но для того, чтобы узнать цену на этот симулятор, необходимо заполнить форму сперва. То есть сперва регистрируешься, а потом тебе даже цену скажут. Они могут себе это позволить. Для чего эту форму делать? Ну проще же было вывести сразу цену на сайт. Но нет, если они сразу цену на сайт выведут, то у них эти пользователи, которые зарегистрировались, не попадут в воронку, они не смогут на них влиять постепенно и превращать их в своих клиентов. А это тоже важный момент. Поэтому здесь такой стык обычно, борьба между продуктовыми целями и зарабатыванием и как бы нам сделать поудобнее и максимально эффективно для пользователя. Ну вот важно, чтобы аналитик, он был таким взвешенным местом в рамках этой борьбы и принимал разумные решения. Здесь он мог по крайней мере влиять на решение. Друзья, спасибо за внимание. Я думаю, что если есть вопросы, мы сейчас их обсудим. По поводу, я этот слайд пока оставлю, есть мои контакты и ресурсы. Если есть вопросы такие личного характера, тоже можете написать. И если интересует BI-система, то вот наш сайт аналитик Workspace с АВБИ, тоже можно посмотреть, что это такое. Да, Миша, спасибо большое. Я хочу сказать, что вот про стремление дороги к нулю меня очень хорошо отзывается, потому что я как-то столкнулся с аудитом приложения, у которого было 30 экранов онбординга до того, как пользователь видел основной экран и заказчик очень сильно удивлялся, почему такая низкая конверсия в первое действие. У нас есть вопросы в чате, давай их позадаю. Ксения спрашивает, делая пользовательский путь короче, в итоге может получиться ситуация, что пользователь сможет дойти в интерфейсе до цели, но при этом часть информации не учтет. При этом, если пытаться запихнуть эти данные в меньшее количество шагов, возможно, теряется фокус внимания. Как такую проблему решать? Можете ли привести примеры, когда наоборот сокращение пользовательского пути было ошибкой? Да, такие примеры бывают, я прямо сейчас конкретный такой, так как я работаю с B2B продуктами, то это же не, вот если бы я в Инстаграме там что-то делал или там ВКонтакте, то вы бы могли такой пример как-то осознать, потому что вы тоже этими продуктами пользуетесь. Но такие примеры часто бывают, они с чем связаны? Как раз таки это вот тот слайд, где я говорил, что нулевой интерфейс это не минимализм. Вот с минимализмом можно переборщить, когда мы подсказки в нужных местах поубирали, например, бывает такое, что вот вроде бы лучше здесь написать ему поподробнее, как конкретно регистрироваться. Пример, да, вот вспомнил пример конкретный. К нам на демоверсию можно зарегистрироваться, там появляется определенная форма. Вроде бы была форма, там какое-то количество полей, но было непонятно, как происходит сама регистрация. Человек заполняет поля, но он не понимал дальнейший процесс. Вроде бы минимализм, как бы вот тебе форма, обычно же как регистрируешься, потом на почту пойдешь, подтвердишь, вот тебе и все произойдет. Чудо. Но люди не понимали, потому что когда часто есть паттерн определенный в B2B продуктах, когда регистрируются, начинается там, то коммерческий отдел позвонит, прежде чем тебе разрешить демоверсию продукта попользоваться. Ну то есть тебя начинают выжимать сперва, выжимать там семь кругов АДА пройди и потом тебе дадут там логин, пароль. У нас все это было быстро. И мы взяли прям отдельно, от минимализма к максимализму написали на форму. Вы регистрируетесь, сейчас вы получите письмо, сразу у вас будет доступ, мы не будем звонить. То есть мы наоборот больше дали информации для того, чтобы человек понял. Но другой пример, если бы мы к нулю эту форму убирали, устремляли, мы, например, могли бы дать какой-нибудь вход по Google, ты нажимаешь одну кнопку и все, ты уже зарегистрируешься, ты вошел, ты начинаешь пользоваться. Это как раз таки ближе, да, это не нулевой интерфейс, там есть кнопка, но мы саму форму устремили в данном случае к нулю, и там человек по Google он там понимает больше, у него паттерн сложился, и здесь у него какого-то искажения не произойдет. Поэтому минимализм, он бывает вредным, а нулевой интерфейс, он реже вредный, потому что это обычно применение какой-то другой технологии, которая уже пользователям понятна, ну либо она стала понять, становится понятной, вместо той, которая бывает сейчас, ну тот же пример с картами, когда мы карту в смартфон переносим, все понятно, все, мы ушли от карты. Надеюсь, раскрыл вопрос, но если нет, то можем подескутировать. Я думаю, да, пойдем дальше, вот Вячеслав спрашивает, вот именно на практике необходимо взаимодействовать, как именно необходимо взаимодействовать аналитику и дизайнеру, то есть как правильно построить работу, это должна быть совместная работа, одновременно в одном документе. Здесь зависит во многом от навыков и аналитика, и дизайнера, ну и от специфики продукта. Обычно, когда вот такой конкретный вопрос, начинаешь размазывать по вилами по воде, что все от всего зависит, но дать конкретный пример, как у нас, например, взаимодействие есть, есть продуктовый дизайнер, есть аналитики. Аналитики, они прорабатывают функциональные требования, функциональные требования, то есть ТЗ, оно может содержать предположение о том, как это можно сделать в интерфейсе. Дальше продуктовый дизайнер, он это подхватывает, если у него есть вопросы, они там с аналитиком сами это обсуждают, прорабатывают в такой группе тесной, и продуктовый дизайнер, он уже формирует макеты. Вон эти макеты обсуждаются с аналитиком, они как-то договариваются, как это уже дальше будет, и потом уже дальше идут с каким-то взвешенным своим комплексным предложением, то есть уже там команды все обсуждаем, либо на менеджер продукта выносится, то есть идет уже дальнейшая проработка. Поэтому такая связка довольно плотная, но это не работа в одном документе, потому что аналитика, обычный документ, это либо документ в конфлюенс, либо где там в арде ТЗ могут писать, неважно, это текстовый документ. У дизайнера чаще это фигма, либо какие-то другие инструменты для творчества, поэтому они реже пересекаются именно в рамках документа, но вот как процесс от меня к тебе, он у них такой устанавливается. То есть это довольно тесная работа. И если у аналитика развиты скиллы, например, проектирование, и он не просто считает, что они у него развиты, и команда соглашается с тем, что они у него развиты, то он может какие-то тоже материалы в фигме тоже проектировать. Но в любом случае я лично, например, считаю, что за финальную часть, если за макеты, за дизайн, должен отвечать человек, который дизайнер. За функциональные требования должны отвечать аналитик. Но совместно они отвечают за то, что получилось. Но при этом дизайнер свой дизайн представляет, аналитик свои функциональные требования. Евгений спрашивает, как можно упростить, минимизировать вот тот самый плохой интерфейс в начале презентации? Помнишь, вот эта первая картинка, где очень такая, казалось бы, нагруженная. А вот здесь, кстати, хороший вопрос с точки зрения, как можно было. Вот смотрите, Евгений, там был слайд, зачем мы вообще это делаем, да? Здесь надо задаться вопросом, зачем нам это нужно. То есть если пользователям там неудобно, то нужно пообщаться с пользователем и понять, где им неудобно. Либо замерить с помощью сервисов, где конкретно они тыкаются больше, либо меньше. Ну, кстати, если бы это был веб-интерфейс, то можно там ту же Яндекс.Метрику подключить и посмотреть карту, типовую карту. Она покажет, куда пользователь тыкается. Возможно, он там не по такому пути идет, да? Посмотреть его движение мышки и все остальное. Пообщаться с ним и понять, нужно ли ему вообще что-то упрощать. Возможно, это интерфейс его мечты, он работает... Я открою секрет, да, вот есть, например, центр занятости. Во многих центрах занятости до сих пор работают на Windows 95. У них, в принципе, внутри ничего другого нет, да? И, возможно, та женщина или там мужчина в центре занятости, который работает, это все программные продукты, которые он видит, да? Он пришел домой потом, телевизор включил, ему ничто не нужно. И это его жизнь, и ему там кайф вот в этих интерфейсах работать, и ничто не мешает. Поэтому, чтобы что-то упрощать, нужно какую-то цель преследовать. А просто так бывает это негативный, наоборот, опыт получается. Можно срубить привычку, да. Мария спрашивает, чем вы предпочитаете пользоваться при разработке портотипов, макетов? Ну, у меня какое-то время назад я предпочитал пользоваться Акшур. Потом появилась Фигма, и я не стал предпочитать пользоваться Фигмой, когда она только появилась и в дизайнерской среде стала популярна. Но вот когда Фигма прокачалась с точки зрения именно прототипирования, потому что для меня прототип – это не финальный макет, а многие вот все-таки считают, что прототип нужно близким к финальному макету сделать, это уже ближе к дизайну. Для меня прототип – это принципиальная схема работы логики для того, чтобы объяснять. Обычно я прототипы делаю, чтобы объяснить логику и прикинуть, как это может быть в интерфейсе, а дальше отдать профессионалу-дизайнеру, пускай он там сам занимается вылизыванием и, может быть, иначе сделает, но сохранив саму логику. Сейчас я предпочитаю Фигмы. Акшуры давно не пользовался, потому что в Фигме появились там и переменные, и все остальное. Отлично можно в ней показать всю логику, которую хотелось бы. Есть много шаблонов, то есть можно качнуть шаблон интерфейсом и кидать быстро. Здесь вообще важный вопрос в том, в чем вы быстрее умеете делать, потому что эффективность, она тоже важна. Если вам в кайф ковыряться, то обычно я предпочитаю, чтобы это делалось… Изучай сперва интерфейс, изучи программный продукт, если тебе в кайф ковыряться, поковыряйся, дома поизучай. Но вот когда ты в нем стал хорошо работать, тогда можешь на работе применять, заменять что-то, в чем ты был до этого хорош. Поэтому я Акшур заменил тогда, когда уже в Фигме научился ковыряться, отдельно от работы. А так, в принципе, в чем эффективнее, в том и делайте. Есть люди, которые в Excel, например, прототипы делают довольно быстро. Там тоже можно ячеечками повыделял туда-сюда, кликнул, на другой лист перешел. Я такие прототипы видел, и они прекрасно доносили цель. И человек просто не знает, он не фигман, не Акшур. Зачем он тратит 10 дней, может быть, он разжизненный прототип сделает. Но там был хорош. Знаешь, как Excel, Final 8, Final 10, вот эти версии. А Фигме, да. Слушай, с переменами стало гораздо проще, мы тоже у себя внедряем. Количество экранов, из которых собирается интерактивный прототип, просто кардинально сократилось. Очень круто. Вот у тебя был слайд про вакансии, да, где перечисляется там компетенция аналитика. Вот там была строчка про опыт проведения интервью. Вот откуда этот опыт появится у рядового аналитика? Ну, обычно у аналитиков какой опыт ждут? Опыт, в рамках которого они... Давай-давай, шаг назад сделаем. Сейчас есть аналитики, которые работают над продуктами. То есть мы создаем какой-то продукт, мы его хотим тиражировать. Это продуктовая история. Там совсем процессы немножко другие. Есть аналитики, которые работают над проектами. Нам дают либо тезы, либо какие-то там обобщенные функциональные требования. Мы не планируем это тиражировать. Мы-то хотим сделать продукт, заработать на наших услугах. Аналитики, которые работают над проектами, у них чаще опыт проведения интервью сводится к тому, чтобы детализировать те требования, которые спустились от заказчика изначально, потому что явно там есть вопросы, бывают пробелы, бывают они более погружены в то, что им нужно, чем тот, кого они нанимают. И, собственно, исходя из этого, они могут какие-то вещи не описать, а у нас возникают вопросы. Этот опыт очень легко приобрести, потому что нам просто нужно идти детализировать. Приходишь и говоришь, а что вы имели в виду вот здесь? Давайте обсудим туда-сюда. Ну и человек, он детализирует техническое задание. Тут плюс-минус понятно. Продуктовая часть интервью, она немножко другая, потому что мы создаем продукт, мы знаем аудиторию, мы предполагаем, что знаем. И вот здесь возникают моменты, когда аналитику бывает важно какую-то функциональность, которую мы делаем, ее сделать так, чтобы она максимально хорошо зашла широкому кругу нашей аудитории. Обычно такие пожелания, они приходят от пользователей все-таки, какие-то обобщенные, но нам бы хорошо их прорабатывать, с какой точки зрения. Здесь какой бы вид интервью пригодился, это так называемое проблемное интервью, когда мы пытаемся понять, какую проблему человек пытается решить с помощью своего пожелания к продукту. Например, человек говорит, слушайте, а мне не хватает такой-то кнопки или такой-то формочки, я бы хотел ее иметь. Что делают обычно команды, в которой продуктовый процесс не очень развит? Они идут, планируют сделать формочку или кнопку, уважить этого человека, если формочку или кнопку несколько попросила, тем более приоритет повыше. Разумная команда, они пойдут и выяснят, а зачем нужна эта кнопка, какую задачу они хотят решить. Не решение этой задачи, сколько для них стоит. То есть они без этой формы, возможно, они делают двойную где-то работу и тратят на 20 минут дольше. А возможно, они ничего такого не делают. То есть это как-то пожелание, которое, наоборот, должно решаться другим вообще образом. И вот в хорошей команде вот эти вопросы надо прорабатывать, то есть идти к пользователям и разговаривать. А с этого момента опыт и возьмется. Если аналитика нет опыта, но он нужен, то, во-первых, надо на джуниорские позиции смотреть. Там мне вот те, которые позиции я выводил, там в основном медловые были. Если джуниорские позиции смотреть, то там не обязательно. Опыт, понятное дело, что он должен как-то появляться. Но я рекомендую все-таки напрашиваться на визиты к заказчикам. Тем более сейчас это онлайн довольно легко сделать. Если менеджер продукта идет или кто угодно идет пообщаться с клиентом, то хорошо бы аналитику тоже поприсутствовать. Либо на пресейлы поприсутствовать, чтобы послушать, что клиент говорит. И, возможно, там пара вопросов своих вставить. У нас прямо остается полтора минуты до конца. Тут еще от Юрия вопрос. Как лучше всего тестировать UX? Какие есть способы, метрики, чтобы понять, что вот этот отличный UX, а вот этот UX на доработку? Смотри, если вопрос широкий, можем уже его обсудить в дискуссионной зоне. Давай я начну, а мы дальше в дискуссионную зону уйдем. Во-первых, по поводу тестирования. Надо понять, как мы его хотим проверить. Это метрики. Есть был слайд с метриками UX. И, во-вторых, в целом UX не может быть для всех хорошим либо плохим. Кому-то все равно будет меньше, у кого-то больше. Но главная наша задача, чтобы максимальному числу пользователей было побольше. Стало ли улучшить пользователя или нет? Каким образом мы это измерим, мы можем обсудить в дискуссионной комнате. Да, прекрасно. Миша, спасибо. Всем спасибо слушателям. Давайте перейдем тогда в зону дискуссии. Для этого нужно нажать кнопочку «Встретиться в дискуссии». Собственно, туда и переходим.